Добрый день уважаемые трейдеры. Видео описание к индикатору VR Alert. Основная задача этого индикатора привлечь ваше внимание к графику на котором происходит какое-то событие. Данный индикатор был написан еще в 2015 году, но сейчас я выпустил на него обновление. Я добавил массу функционала полезного и удобного. Того, который просили трейдеры использующие, ну и того, который я посчитал сам, что он необходим, потому что я занимаюсь трейдингом уже очень-очень давно. Итак, поехали. Основная задача этого индикатора привлечь внимание трейдеров, но этот индикатор также еще решает другие задачи. Трейдеру не нужно сидеть перед монитором, не нужно зарабатывать себе болячек, геморрой и прочего. Это одно. И другое, трейдер не получает эффекта замыливания глаз. Что это за эффект такой? Это такой эффект, когда вы сидите весь день перед монитором. У меня их три монитора. Вы смотрите на графики постоянно, ищете свои сигналы. И в итоге вы начинаете видеть сигналы там, где их нет. А где есть на самом деле настоящие хорошие сигналы, вы их не видите. У вас просто перед глазами эти графики плывут, плывут, свечи, свечи, цены. В графике вы получаете эффект замыливания глаза. Такое ощущение, что в глаз мылом натерли. Вот этот индикатор помогает это решить. Когда вы установили индикатор, вы занимаетесь своими делами. Кормите детей, гуляете там с детьми, наводите порядок дома, пьете пиво, сидите с кем-то разговариваете. Вы не находитесь перед монитором. Но как только происходит событие какое-то, вы видите, что вам надо подойти на 2-3 минутки к монитору и что-то сделать. Открыть сделку, закрыть, либо еще что-то. Итак, поехали. Я вам сразу покажу первую версию, чтобы вы сравнивали, могли сравнить. Итак, вот это первая версия индикатора. То есть буквально три линии. Пробитие вниз, пробитие вверх и время. Как только цена заходит за, или время заходит за одну из линий, у нас срабатывает аллер. Вот такой вот аллер. То есть время, наступило время. Или если цена пробивает нижнюю линию, или если пробивает верхнюю, то, соответственно, индикатор привлекает трейдера. Что вот, смотри, прайс больше, чем такая-то цена, которую ты установил. И все. И я как трейдер подхожу, покупаю или продаю, или еще что-то делаю. Внимание. Линии двигаются после двойного клика. Вы выделили линию и затем двигаете. Если линия не выделена, вы ее не сможете передвинуть. Это первая версия индикатора, которая сейчас еще пока есть. Сегодня у нас 25 мая 2017 года. Она еще пока в MQL маркете есть. Я уже отправил новую версию неделю назад на проверку. Но там проверяющие пока чуть-чуть спят, либо заняты. И у них нет времени. Итак, вот новая версия 2017 года, мая месяца. И я здесь переработал функционал и сделал его более удобным, более функциональным. Теперь можно делать трендовые линии. То есть вы выстроили линию, вы контролируете пробитие тренда, например. Как только тренд будет пробит, вы получите свой звуковой сигнал. Значит, что у нас есть? У нас есть несколько видов сигнала теперь. Не только alert. Но давайте поговорим по порядку о линиях. Значит, сигнал сработает только в том случае, если будет конкретно пробита линия. Если вы сделаете вот так, как я сейчас показал, то есть цена будет за пределами линии проходить. Сигнала не будет. Таким образом вы можете ограничить зону, в которой вас интересует пробитие. То есть вас интересует пробитие, например, здесь. Начиная отсюда и досюда. Если цена дальше пробьет, то это вам, например, неинтересно. И вы не получите сигнала. Линия трендовая. То есть, учитывая тренд, вы можете ставить не просто прямые, как в предыдущей версии индикатора, а можете ставить под углом. При этом обратите внимание, здесь цена первой точки. Вот она, вот эта цена. Цена второй точки, вот этой вот. Угол линии. Под каким углом линия. То есть, если мы линию поставим под углом 45 градусов. Да, вот давайте сейчас сделаем. Вот она. Вот вы можете вычислить, что вот это вот. Это 45 градусов. 45, 20. И показывает АП, что это верхняя линия. То есть, линия, которая является сопротивлением. Она должна быть всегда вверху, эта линия. Не путайте. Всегда вверху. Ну и, соответственно, как я уже говорил, еще раз повторюсь, цена пробития должно проходить сквозь линию. Если сквозь линии пробития не будет, не будет сигнала. Так, теперь по времени вы тоже устанавливаете, что поддать сигнал только в том случае, если цена будет проходить через линию. То есть, через линию. Если цена не будет проходить через линию времени, то сигнала не будет. Здесь указано время. Время указано общее. Тут верхнее общее время указано в этой линии. Ну и, соответственно, линия поддержки. Точно так же работает по тому же принципу, как и линия сопротивления. Тоже ее можно ставить в виде тренда. Вот, например, вы отслеживаете тренд и ждете, когда его пробьет. Как только цена будет ниже этой линии, тогда сразу прозвучит звуковой сигнал, ну и либо другой. Теперь методы привлечения внимания трейдеров. Первое. Мигание графика. Их можно все вместе сразу включить, а можно по одному или комбинации, которая вам нужна. Простите. Мигание графика. Все. Как только цена пробивает линию снизу вверх, в данном случае график будет мигать. Поскольку у меня сегодня почему-то котировки толком не идут, там, сегодня что у нас, пятница, суббота, воскресенье, да нет, вроде идут, то график будет мигать. Как только вы отключите линию, графика вернется на белый, станет белым, как он и был. Сейчас, сейчас, сейчас я тут, надо, почему-то, почему-то не становится он белым. Ладно, разберемся, поправим. Это не принципиально сейчас. Потом, следующий сигнал. Сигнал альерта, как и в предыдущей версии, тут уже показывает валютную пару, на которой это произошло событие. Какая цена АСК больше в линии и по какой цене. Потом, это у нас ПУШ уведомление. Вы, кстати, когда наводите мышку на кнопку, будет вам подсказочка показывать, что будет происходить. Ну вот ПУШ. Так, у меня тут телефон лежит под боком. Где он, где он, где он? Вот он, мой телефон под боком. Сейчас я звук у него намотаю. Вон они поперли сообщение. Сейчас вы услышите. Так. Вот, сообщение приходит. Пример сообщения будет на сайте. Вы увидите картинки, как эти сообщения приходят. И уведомляет. Значит, ПУШ сообщения не может приходить чаще, чем одно сообщение на 6 секунд. Если сделать больше сообщений, то есть каждую секунду, то заблокирует ваш аккаунт на MQL5 и сообщения приходить в нем будут. Так, отключаем. И сообщения на почту. То есть, вот это вот будет приходить на почту сообщения. Ждем. Значит, раз. Смотрим. Это дискусс. Ага, вот люди уже ждут. Индикатор ВР Алерт. Да. Проверим почту. Ладно, пока приходят, я вам покажу, как надо настраивать. Значит, вот это ПУШ уведомления. Сюда нажимаете. Сюда вводите ID, который у вас в мета 3.4 на андроиде или на айфоне. Затем нажимаете ОК. И вот приходят сообщения. Почта. Почту вы указываете SMTP сервер вашего почтового ящика. Сам почтовый ящик. Пароль к почтовому ящику. И от кого и кому. Нажимаете тест. И вам приходят тестовые сообщения. Кстати, у меня на сайте есть статья о том, как правильно настроить почту в терминале MetaTrader. В терминале MetaTrader.4. Да, вот эта статья. И здесь написано, как настроить для Gmail, Яндекса, Rambler, Myla, Yahoo и других. То есть принцип, чтобы вы поняли. Вы можете почитать. Статья 333 получается у нас. Так, так, так. Надо показать вам, как почта. Почта, почта. Да, вот они приходят. Письма почты. Видите, тоже самое. Wear Alert. EURUSD. Больше линии. То есть вот такие сообщения будут приходить на почту. Отключаем. Ну и последнее. Это просто о программе. Какая версия. Дата выпуска. Видите, 18 мая. Адрес моего сайта. Адрес профиля на сайте MQL5. Так, теперь что еще. Значит, индикатор пока на проверке MQL5. Скачайте. Как они только выложат. Ребята там проверят. Так вы сразу сможете скачать в терминале. То есть в маркете. В маркете вы вводите в поиске Wear Alert. Сейчас вам покажу, как это делается. Wear Alert. Wear Alert. Вот он. Этот индикатор. Нажимаете скачать. Он бесплатный. И он установится вам в папку Market. Вот здесь вот, где индикаторы. И вы сможете им пользоваться абсолютно бесплатно. Он полностью бесплатный. Free. Видите, то есть. Пожалуйста. Вот новое описание. Описание настроек. Описание индикатора. Полностью все. Описано и написано. Но пока ребята его еще не выложили. Я добавлю вот здесь ссылочку. Скачать файл напрямую с моего сайта. Я вам безумно буду благодарен, если вы здесь оставите какие-то свои комментарии. Поделитесь чем-то, что вам понравилось. Может быть, что добавить, что не добавить. Тут есть картинки, примеры использования. Полностью все описание. Теперь немножко по настройкам пробежим. Настройки индикатора. Первое. Интервал сигнал. С какой периодичностью подавать сигналы. Мигание, алерты, пуш-уведомления. Но опять же, если вы поставите меньше 6, то будет приходить все равно не чаще, чем 1 раз в 6 секунд. Далее. Размер текста. Вот который на линиях. Цвет верхней линии. Толщина верхней линии. Стиль верхней линии. Потом то же самое для нижней линии. Для линии времени. Дистанция 500. Это дистанция, при которой появляются линии. Когда вы запустили, 500 пунктов от текущей цены. 500 пунктов вверх для верхней линии. И 500 пунктов вниз для нижней линии. То есть, вот это вот дистанция. Префикс. Префикс служит вам на тот момент, если вы хотите запустить несколько копий индикаторов. То есть, второй индикатор на этот же график поставить. Тогда вы просто меняете там префикс на любой набор букв. Не принципиально на какой. Ну и позишн 5 и 15. Это куда вы хотите передвинуть вот эту панельечку небольшую. То есть, если у вас там какой-то другой индикатор что-то пишет. И они накладываются друг на друга. Ну, вы можете с помощью вот этих двух координантов. x, y сместить там вправо, влево, там куда угодно переместить эту панельку. Вот, в принципе, и все, что касается этого индикатора. Огромное вам спасибо за внимание. Вроде бы я вам все рассказывал. Не знаю, будут возникнуть какие-то вопросы. Пишите, я всем отвечу. Покажу и расскажу, как индикатор работает. Ну и, соответственно, вот эту вот песню с миганием я сейчас займусь и поправлю. Это все будет работать стабильно и хорошо. Спасибо вам большое за ваше внимание. Спасибо за то, что комментируете, смотрите мои разработки. Я желаю вам профита, успеха и самое главное здоровья. Самое главное здоровья. Спасибо за внимание. Если понравилось, подписывайтесь, поделитесь. Может, как считаете, нужно. До свидания. В ближайшее время выпущу еще несколько интересных видео к другим программам. Удачи!